дорогие друзья всем привет у меня такое достаточно лайтовый так такой легкий поверхностный докладик надо сказать даже чуть-чуть обзорный по поводу эффективного использования go в команде давайте на пару слов сначала обо мне расскажу о себе меня зовут геннадий ковалев программировать я начал ну первую программку написал достаточно давно это конец восьмидесятых был с тех пор чем только не занимался это много сайтов в то время когда это еще было не модно системное администрирование микроконтроллеры информационная безопасность вот занимался этим всем с точки зрения совершенно различных позиций как простой программист и как руководитель достаточно крупной команды конечно вся всю жизнь у меня было очень много всякого программирования это сначала это ассемблер языки низкого уровня это си много всякого питона последнее время вот занимаюсь на go значит в принципе почему тема доклада такая возникла потому что в процессе у меня было достаточно много проектов которые требовали таких антикризисных усилий то есть команды как бы маленькая денег не будет результат отдай с утра соответственно кто себя узнал стучитесь в личку поплачем вместе но тем не менее вот с точки зрения антикризисного управления с точки зрения эффективности своего опыта хотел посмотреть накладик а сейчас я работаю в компании ядро это достаточно крупная компания в наверное по меркам россии одна из самых самых крупных а такая у нас целая своя планета значит занимаемся мы разработкой именно своего железа конкретно я занимаюсь системы хранения данных другие отделы у нас занимают сейчас разработкой собственного процессора на базе рик архитектуры риск 5 серверы телеком оборудования куча всяких устройств а сейчас проектируется в работе наверное мои коллеги будут конечно про это рассказывать планшетики наш отечественный моноблок у нас уже где-то там используется поставляется но я представляю вот направление с ходе еще разок это прям наше полностью производствует наш печатные платы в завод в дубне огромный сейчас строится кто-то видел даже по телевизору нас какие-то штуки но ближе к с ходе мы занимаемся много программированием программированием на языке го программисты го сейчас востребованы и у нас соответственно и возник такое направление как помощь другим коллегам в переходе с других языков на программирование на го сейчас у нас го разработчиков достаточно много но их всегда не хватает всегда мало поэтому добро пожаловать кто 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 хочет приходить добро пожаловать встретим с радостью значит Значит, при переходе вот с других языков программирования на ГО я на практике, на своей практике последнее время не встречал, чтобы люди куда-то там перепрыгивали обратно, то есть всех там все устраивало. И вот поэтому у нас достаточно много гошных докладов, и я хотел посмотреть сейчас с точки зрения именно командной работы, с точки зрения специфики программирования на ГО внутри команды. Значит, для кого это для либо совсем начинающих разработчиков, кто вот только-только пошел с этим заниматься, либо это, может быть, какие-то команды, которые хотят перейти на ГО, ну, а может быть, даже опытные товарищи, которые, естественно, все это, все, что я сейчас скажу, узнают, они узнают какие-то, может быть, остановятся и узнают какие-то моменты, какие-то другие аспекты, другие точки зрения, откуда можно на текущий свой процесс посмотреть и что-то у себя отладить, оптимизировать. Если это будет так, я буду только рад. Итак, давайте начнем с того, чего хочет менеджмент. Вот есть у нас небольшая наша команда, у нас есть Team Lead, у нас есть программисты, но мы не существуем как команда в вакууме. Естественно, мы работаем с нашими коллегами, которые нам обеспечивают и наши процессы, и обеспечивают связь с заказчиками, и так далее, и так далее, и так далее. Так чего же от нас хотят? Во-первых, естественно, хотят, чтобы мы наш код, наш продукт сдали, сделали хорошо, качественно. Во-вторых, хотят, чтобы мы его сделали вовремя, но еще и желательно как можно быстрее. Ну и в-третьих, хотят, чтобы наша команда сохранилась целостная, здоровая, чтобы у нас программисты не впали в депрессию, не получили синдром эмоционального выгорания, так называемого СЭФ, не ушли в леса валить дубы на несколько лет и меня не трогайте, и так далее, и так далее. Чтобы мы спокойно работали и получали от работы свое удовольствие. И по поводу сроков, менеджмент, как правило, хочет не то, чтобы мы сделали все очень-очень-очень быстро, хотя, конечно же, как бы это соблазнительно, но хотят, скорее всего, чтобы мы это сделали в предсказуемые сроки, чтобы обещанное заказчику не срывалось, потому что, скорее всего, негатива от того, что мы вовремя не сделали то, что мы обещали, будет чуть-чуть меньше, чем если мы это сделали, немножко дольше. Итак, про менеджмент проговорили, вот мы как команда работаем в неком контексте, пойдем дальше. Вот внутри команды, ну и может быть не только внутри команды, а в соседних командах, вообще для кого мы этот код пишем? Конечно, для заказчика мы это пишем, мы это проговорили, но с точки зрения наших коллег, кто еще может полезть в код? Первое – это мы сами, естественно, то есть я сам как программист, и мои коллеги, которые со мной работают, я сам могу в этот код полезть через полгода и не узнать себя там, через полгода такой заходишь, видишь строчку кода, понимаешь, что за бред напишен, написан, нажимаешь git blame, видишь свою фамилию, и такой, кто сейчас улыбнулся в экранах, привет вам всем. Я надеюсь, не я один такой был. Вот. Наш код, мы это пишем еще и, естественно, для тестировщиков, процессы в командах сделаны чуть по-разному, но тестировщики за нами код проверяют. А наш код сделан еще для сотрудников отдела контроля качества, а иногда еще и для сервис-инженеров, которые оказывают техническую поддержку, и им иногда на высокем уровне, там это L2 или уровень 3 будет у нас техподдержки, они могут полезть в этот код, понять нашу тонкую грань, это баг или фича, да, так программа должна работать, или это все-таки у нас косяк, и надо завести на эту отдельную задачку и его исправить. Вот про окружение тоже немножко поговорили, и давайте теперь про сам код. Дело в том, что вот на всех форумах, какую бы статью мы ни написали, там про хороший наш код, всегда внизу найдутся, внизу странички комментарии, что нет, это код ерунда полная, так писать нельзя. Я очень долго занимался этим вопросом и думал, почему, ну на самом деле, как оказалось, вот сколько я народу не спрашивал, мои мысли пришли к совершенно очевидной штуке, что с точки зрения на сам код у нас просто разные. Кто-то смотрит на производительность, кто работает в холоде, им каждая ансемблерная инструкция важна, машинная, а кто-то, бывшая математика или не бывшая математика, ему нравится очень хорошо на спинописной абстракции, и он сделает такое, вот смотрите, я еще и так могу. А кто-то с точки зрения менеджмента смотрит, что этот код легко потом прочитать, поддерживать, и желательно, чтобы новый начинающий сотрудник, кто вот только что встал на путь джедая, смотрит на этот код, и ему все понятно, и он может сразу простые вещи какие-то делать. Вот я сейчас хочу поговорить о коде, который хорош с точки зрения сопровождаемости, поскольку у нас отдел, у нас могут приходить и новички, и желательно, чтобы код был максимально простой, про simple мы все очень помним, да, максимально дружелюбный, чтобы я туда зашел и сразу выполнял свою работу. Итак, теперь немножко про эффективность. Вот давайте теперь про команду мы поговорили, про код поговорили, и теперь про работу непосредственно программиста, непосредственно меня. Вот мои многолетние наблюдения, я с коллегами, с кем не разговаривал, примерно плюс-минус похожи, конечно, все мы разные, у всех свои особенности, исключения есть, но в целом по настроениям, если ловить тонкости, оно так и получается, что с утра мы просыпаемся, продираем свои глаза какие-то, у нас есть время на какую-то рутину, мы начинаем входящую почту там разгребать, у кого это почта, какие-то баги свои справлять, какие-то что-то искать, что-то делать, и через чуть-чуть времени мы заходим на пик своей активности, то есть у нас мозг шуршит, на нем можно уже яичницу жарить, то есть у нас максимальная производительность, и, значит, дальше мы там пообедали или не пообедали, начинаем немножко уставать и переходить уже в отдых. Вот по поводу, что есть время разработчика, наша непосредственная работа и вообще вот наша эффективность получается в разное время, в разное время суток, оно чуть-чуть разное, и если нас прерывают в течение вот нашей сверхконцентрации или не прерывают, а мы сами прерываемся, это с точки зрения эффективности ущерба приносит гораздо больше, нежели чем мы там прерываемся в период отдыха. Итак, что нас может прервать вот в этот период нашей активности, в период нашей самой-самой топовой такой эффективности? Нас может прервать, соответственно, внешние факторы, конечно, всякие телефонные звонки, совещания и так далее, и так далее, и так далее. Эти внешние факторы мы сейчас оставляем за скобки, поскольку мы хотим все-таки сейчас в рассказский язык у ГО перейти. Значит, есть какие-то наши внутренние факторы типа CI, там ждем, когда что-то соберется, прогонятся тесты, есть факторы кода. Например, у нас самое любимое, я это сейчас повторю несколько раз, современная проблема, допустим, у нас микросервисная архитектура, мы ищем в коде какой-то баг, и понимаем, что в этом коде сейчас вызывается какая-то внешняя функция, и мы должны по этой внешней функции, по внешней зависимости пойти и посмотреть, что она как и вызывает. Она может вызываться через цепочку микросервис, куда-то там в конечную точку, и мы выясним, что она нам сейчас не нужна. Вот это вот прерывание сейчас от нас отняло силы, и мы из-за исследований этой цепочки зависимости просто потратили драгоценное свое время в пик активности. А пик активности у нас может длиться совершенно не весь день, часа четыре всего. Итак, длинные цепочки зависимости. Бесит код, стиль бесит, скобочки не на том, охота что-то префакторить постоянно, с кем-то надо понять вообще вот этот код здесь сделан для чего-то, или это просто какой-то старый артефакт, который надо отсюда удалить, и так далее, и так далее. То есть факторов кода на самом деле достаточно много. Если это не прямые факторы кода, которые вот нас отнимут, отнимут время, отнимают время, то хотя бы вот это вот внутреннее раздражение, ну допустим, что не так все написано, да, не в моем стиле, другим человеком, это мое неродное, оно все равно приводит к уменьшению производительности, ну и к уменьшению на самом деле нашего драгоценного кайфа от нашей работы. Согласитесь, когда вы написали родной код, и он прям родненький-родненький, кайфа гораздо больше, нежели чем вы в чужеродную такую территорию залезли, и там что-то пропатчили, плевались, извините. Итак, поговорили по контексту, проговорили, что же прерывает нас, и вот давайте посмотрим, что конкретно предлагает Go как язык для того, чтобы мы работали эффективнее, не прерывались, в наше время использовали эффективно. Ну, во-первых, это синтаксис. Синтаксис у Go, в отличие от C, задан достаточно строго. У нас есть утилита GoFMT, которая после каждого сохранения файляка в VDE запустится и отформатирует код так, как положено. Что-то, какие-то правила у нас убраны прямо на стадии компилирования, то есть будет синтаксическая ошибочка, например, перенос скобочки, как любят холеварить сишники на тему стилей. Что-то у нас не в самом компиляторе, а есть некие договоренности какие-то, уже такой идеоматичный такой go away, но тем не менее. Вот холевар на тему скобочек у нас убран, то есть у нас синтаксис такой уже императивный, сказали так и только так, и все. Как правило, сначала, допустим, мы привыкли немножко к другому синтаксису, это подбешивает. Но вот с кем не разговаривал, с моими коллегами, я сам на своей шкуре все это проходил, через некоторое время привыкаешь вроде как, ну и типа норм, окей. Вот пару цитат по поводу GoFMT, Роба Пайка. Значит, первое, GoFMT не должен кому-то там нравиться, а обязан нравиться всем. Как мы видим, такое прям диктат, императив и все остальное. Вторая цитата, ну, у меня с английским все очень плохо, переведите сами, я как-то перевел там криво. Извините, я всегда на этом слайде ржу, да, поэтому присоединяюсь к вам, поржем вместе. Но, тем не менее, да, на английском кто читает, прочитает, да, на русском вот я хочу скобочки сделать по-другому. Нет, нельзя, давайте об этом в другой раз поговорим. Что еще предлагает нам Go? Это второе, это нейминг. Значит, нейминг, он в принципе так, как везде, правила такие же примерно будут, как в других языках программирования, но есть особенности чисто гошные. Первая особенность. У нас Go разбито на пакеджи, ну, пакеты, кто по-русски, я по-русски это криво называю, пакеджи, да, значит, на папочке. Внутри своей папочки, когда мы работаем, у нас переменная может состоять из одного имени. Ее namespace, ее область видимости ограничена этой папочкой. Когда мы импортируем пакет из другого места, у нас сразу наименование нашей переменной состоит из двух слов. И вот по-английски, когда мы это произносим про себя вслух, мы всегда произносим два слова. Если мы произносим одно слово, понятно, контекст, что мы находимся здесь только в этом пакедже и никуда за него не выходим, за его ранки. Но если мы видим, что состоит из двух слов, разделенной точкой, мы, соответственно, про себя это проговариваем. И вот это вот произношение по-английски должно быть такое достаточно прямое, хорошее и удобное. Что я имею в виду? Например, на экранчике у нас сейчас есть вызов функции namespace new, а я так и произношу namespace new. А теперь представьте, есть традиция в других языках, что у меня есть пакетж namespace, и я там сделаю функцию namespace new. Я про себя и буду произносить namespace, namespace new. Зачем два раза я произнес namespace, непонятно. Поэтому вот это вот произношение, когда мы называем переменной, мы ориентируемся на то, что произносить будут два слова, и стараемся сделать так, чтобы оно произносилось не криво, а более-менее нормально. Значит, второе есть уже, это такая джентльменская договоренность, она записана уже в документе Effective Go, я в конце ссылочку на нее дам. Это функция, это не функция, а суффикс er. Вот этот суффикс er обозначает интерфейс, в котором есть одна единственная функция, или один единственный метод будет реализован в структуре. Вот. На экранчике мы видим reader, это значит, что есть интерфейс reader, интерфейс reader, в котором есть одна единственная функция read. Вот это вот er, у нас такой сигнальчик, что интерфейс имеет строго определенный формат, именно такой, и в принципе к этому все привыкают, и понимают, как это использовать. А вплоть до того, что если даже суффикс er, коверка, это английское слово, его все равно лепят, получается немножко несуразится на английском языке, но все равно лепят, и хорошо ее типа ок. Значит, по поводу гетеров, сетеров, тоже есть некая договоренность. В интерфейсе вот у нас сейчас объявлены три функции, в гетер мы не делаем суффикс get. Как бы договорились, что если у нас интерфейс имеет функцию namespace, эта функция namespace вернет namespace. Это гетер. А вот в сеттерах, в делитерах, там и так далее, мы уже этот префикс ставим, и у нас совершенно очевидно становится, что эта функция делает. И совершенно общее правило, это не специфичное для ГО, но помогает. Когда у нас какой-то наш коллега влезает в существующий код, он начинает писать какую-то функцию, он вводит там свои переменные. Выясняется, что рядом стоящие функции у нас оперируют теми же самыми сущностями, теми же самыми структурами, но наш коллега перед этим, кто это писал, он сделал переменные чуть-чуть по-другому. Вот не ленитесь, пожалуйста, называть переменные одинаково во всех функциях, тогда коллеги, которые за вами полезут в другие функции, за вами что-то рефакторить будут, они будут в разных функциях видеть одинаковое название переменной и не будут путаться, что это такое. Соответственно, лезу еще разок в свою функцию, сначала оглянулся, как сделано у соседей, ну и называю переменной так. Дальше, что еще у нас ГО предлагает для эффективности? Документация. В компиляторе у нас, естественно, вернее не в компиляторе, а в синтаксисе, компилятор само собой понятно, в синтаксисе у нас предусмотрены комментарии, и в комментариях есть определенный формат, что если у нас комментарий, стоящий перед функцией, начинается с названия этой функции, это и есть документация к этой функции. Соответственно, для чего это надо? Во-первых, ну как и везде, мы можем сгенерировать документацию по всему нашему модулю, по всему нашему проекту, но с другой стороны, у нас IDE под это тоже подстраивается, то есть в других местах, когда мы наводим мышку на нашу функцию, у нас есть, всплывает некое окошко, в котором просто в одном предложении мы увидим, про что это функция. Это очень экономит времени, значит, если у нас название функции неочевидное. То есть, опять же-таки, я пишу какую-то багу сейчас, я вижу вызов какой-то внешней функции, я не знаю, для чего она мне нужна, если у меня нет никакой документации, я полезу в эту функцию, смотреть, что там сделано, что она делает, я прервался, потратил свое время. Казалось бы, вроде норм, мы разберемся в конце концов, все здорово, но время-то мы потратили. Так вот, первое, лучше бы, чтобы мы функцию назвали так, что совершенно очевидно было бы, что она делает, но если у нас есть какие-то уже сложные алгоритмы, сложная реализация, мы эту функцию просто опишем в этом комментарии, и наведя мышкой, нам IDE покажет, что это такое, что она делает, и это нам сэкономит пачку времени. Казалось бы, когда мы пишем функцию, смотрите, сколько строк кода мы написали, есть аргумент, что, ребята, зачем писать доку, это отнимает времени? Нет. Одно предложение время не отнимет, по сравнению с тем кодом, который мы делаем. И опять же-таки, речь про функции, которые у нас внешне начинаются с большой буковки, я надеюсь, с синдексом Go все знакомы уже. Внутренние функции можно не описывать, если они стоят рядом, и как бы быстро-быстро можно взглянуть. Тогда на это время можно не тратить. Дальше пойдем. Тестирование. Значит, в Go у нас тестирование сделано, ну, как и везде, с разными подходами. То есть, юнит-тестирование у нас, в принципе, может быть реализовано гошными средствами. Напомню, что для этого у нас создается файлик в этом же пакете, в этом же пакете, но у него есть суффикс test. Этот суффикс у нас обозначает, что там у нас есть тесты для, соответственно, нашего пакета, для нашего файлик с таким же номинованием. Значит, как лучше с точки зрения команды организовывать код? Значит, проблема какая? Во-первых, есть соблазн E2E-тесты, есть соблазн интеграционные какие-то тесты положить сразу же сюда. Например, у нас есть какая-то функция, которая реализует у нас внешний API, например, это REST endpoint-ы, и сразу же здесь же положить файлик с тестированием этих REST endpoint-ов, с E2E-тестированием, например. Почему это плохо? Потому что, когда я буду как программист работать над функциями, которые обрабатывают у нас внешние вызовы, я просто-напросто начну запускать эти тесты часто, и у меня эти тесты будут делаться медленно, и это будет достаточно сильно замедлять мою работу. Поэтому, чтобы этого эффекта не было, лучше создать папочку тест где-то какую-то отдельно. Это я сейчас для примера, потому что в разных компаниях, в разных командах разные подходы, но тот, кто начинает, может это взять в качестве отправной точки, создаем папочку тест отдельно, и туда кладем чисто интеграционные тесты, E2E-тесты, и все такое тяжелое, где требуется у нас какая-то миграция данных, где у нас требуются какие-то bootstrap, или еще что-то, запуск докеров кто-то делает сразу, фреймворки, и все такое, все тяжелое туда. А в файликах подчеркивание тест у нас в непосредственном коде делаются юнит-тесты, задача которых у нас отработать мгновенно. Вот эти юнит-тесты у нас как будут написаны, сейчас я подробно расскажу. Значит, по поводу юнит-теста и почему это надо сделать быстро. В E2E уже можно сейчас настраивать, это и VS Code, и Google Land, можно настраивать так, что у нас будет показано покрытие кода. Соответственно, если у меня где-то написан в соседней файлике юнит-тест, я сохраняю свою функцию, и у меня мгновенно юнит-тест выполняется на эту функцию, и покрытие кода будет у меня показано на экранчике. Соответственно, все мои возможные косяки, какие-то мелочи, которые я имею в виду, что я их не проверил, я могу дополнительно покрыть юнит-тестами и, не находясь, что называется отказы, увидеть сразу результат. В данном случае мы видим в 12-й строке, у нас не покрыта эта строчка юнит-тестами, это значит ошибка, которая возвращает у нас предыдущие функции, не обрабатывается, и я бы написал бы здесь тест, в каких случаях у нас эта обработка должна быть. Вот. Поэтому юнит-тесты делать очень хорошо для того, чтобы прям немедленно видеть результат, что у нас происходит. Если же, опять же таки, в команда разделены у нас роли, бывает такое, что программист делает какой-нибудь один маленький юнит-тестик, чтобы проверить, что код тестируемый, а потом приходит отдельный тестировщик и обеспечивает покрытие, обеспечивает надежность кода, делает некое ревью, то тоже ему очень удобно. Он открывает файлик и сразу видит, где ему надо работать, где тестами не покрыто, а где у нас тестами покрыто. Значит, окей, про тестирование более-менее поговорили, и сейчас такой самый хулеварный пунктик. Хулеварный почему? Потому что подходов очень много, вообще про термины и архитектуру никто не договорился, но я про себя помню, когда мы начинали, и ко мне было очень много запросов начинающих программистов на ГО, с чего начать, дайте мне какую-то базу, чтобы я какие-то принципы соблел, повторил, а там я дальше уже подучусь и сам разберусь. Так вот, значит, что мы вообще при сопровождении ожидаем от архитектуры? Первое, это некого взгляда сверху, то есть, когда ко мне приходит какая-то бага, чтобы я сверху посмотрел, где у меня вообще какой, хорошо, если у нас микросервисная архитектура, какой микросервис за что отвечает, чтобы я понял, в каком месте локализовать мою багу, чтобы я нашел тот самый микросервис, в котором мне надо все это посмотреть. Дальше я хочу посмотреть, найти достаточно легко точку входа в этот микросервис, то есть, если у меня бага в каком-то внешнем вызове, я должен найти достаточно быстро функцию, которая обрабатывает этот внешний вызов, и найти этот код, где мне надо непосредственно мою ошибочку это искать, исправлять, и достаточно быстро приступить к моей работе, чтобы не было вот этого длиннющего подготовительного этапа, когда мне надо разобраться вообще, в каком моменте мне надо, собственно, ковыряться. Значит, что мне еще, вот повторяю мою мысль, и это сейчас просто мейнстримовая такая мысль, короткой цепочки зависимостей, чтобы у нас все эти импорты, все внешние вызовы, они не были длинными, чтобы у нас вообще архитектура обладала, не обладала такой там здоровый, здоровым коэффициентом зацепления, чтобы у нас не макаронный код был, чтобы я просто вошел в свою функцию и сразу все поправил, без необходимости лазить по другим микросервисам, по другим модулям каким-то там, и выяснять, что они мне, оказывается, не нужны были, и потратить тем самым свое такое драгоценное время, особенно в пик активности, о чем мы разговаривали в начале. То есть очень хочу для эффективности найти точку входа, сразу начать дебажить, понимать, что здесь происходит, ну или какую-то новую фичу писать, и не ходить на внешние вызовы, не понимать, что делают какие-то внешние функции, что мне там надо. И, естественно, то, что я сейчас написал, очень хочу быстро протестировать, я что-то внес, вот, допустим, багу какую-то исправляю, быстро написал unit test на мой вот этот кейс, с которым я сейчас работаю, и охота, чтобы я сохранил быстро все, control S нажал, там нашу любимую, и у меня все протестировалось. Кто-то даже не нажимает, кто-то, у кого-то сохранение автоматически происходит. Вот, наверное, четыре таких столпа, чего и ожидают хорошая архитектура при сопровождении этого кода. Что нам дает вот этот подход с точки зрения вот этого флоу внешнего вызова, если мы сейчас говорим про микросервисы, про внешний вызов. Значит, первое, у нас, получается, есть какой-то хендлер, который обработает внешний вызов. Я сейчас про цепочку этого вызова. Здесь у меня на слайде это use case. Дальше я для себя ввел такие рабочие термины. Я делаю это сейчас специально, чтобы не привязываться к какому-то готовому паттерну архитектурному, потому что все паттерны, существующие, они примерно плюс-минус со своими особенностями, исключения, конечно, есть, они примерно про одно и то же. Так вот, у нас есть стадия обработки внешнего запроса, дальше есть стадия, как я обозвал сейчас здесь, глаголы, это какие-то действия, которые осуществляются с бизнес-логикой, и дальше у нас есть существительные, это какие-то сущности, в ГОЭД у нас будут структуры, которые, собственно, описывают и хранят информацию с этой бизнес-логикой. Так вот, у нас получается, внешний запрос пришел на слайде в юзкейсы, глаголы вот эти вот, то есть функции, которые обработались у нас, обработали этот запрос уже с точки зрения бизнес-логики, и эти глаголы оперируют существительными. Значит, пример, клиент у нас отправил запрос в хендлер, хендлер что-то сделал и вызывает там функцию, здесь у меня это сервис какой-то там сделанный, который что-то сделает. Значит, пример организации папочек вот для опоры, для начинающих может быть такой, что у нас есть какой-то какой-то пэккедж, и один из подходов, один из возможных вариантов, что все вот эти функции, которые относятся у нас, все вот эти сущности, вот эти вот клиенты, хендлеры и все такое, они у нас складываются в одну единственную папочку. На слайде это у меня отдельно есть файлик хендлер и отдельно есть файлик сервис. Значит, для чего? Для того, чтобы я понимаю, ну, когда нашел быструю точку входа, что бага у меня вот в таком-то хендлере, в таком-то месте, я просто захожу в эту папочку и у меня вот эта вся цепочка вызовов, она находится здесь же, рядом. Мне опять же, сейчас не приходится бегать из папочки в папочку, что-то там лазить там и так далее. Значит, как правило, даже если люди не пользуются там файл-навигатором и папочками, а ищут файлы поиском или там есть у нас специальные кнопки по ссылочкам, по функциям перейти, все равно в голове нам приходится держать вот эту цепочку вызовов и она должна быть короткой, потому что через на пятом, на шестом, на седьмом шаге вы забываете, с чего все начиналось и начинаете все по новой, тратя, опять же-таки, наше золотое, драгоценное время, снижая эффективность нашей работы. В этом же подходе у нас все на месте, в едином месте мы увидели хендлер и сервис, быстро нашли свою багу, быстро что-то сделали и пошли работать дальше. Я в детали сейчас не сталкиваюсь, не сваливаюсь, это такая отдельная беседа, тем более немножко хуливарная, поэтому подход такой в общих чертах, а детали либо в личку, либо там на отдельных каких-то докладах, конференциях, на отдельных дискуссиях, поговорим об этом. Единственный элемент, который надо проговорить, это интерфейс, и сейчас проговорим, и, значит, единственное, что хотел еще подчеркнуть вот с этим подходом, разделение на существительные глаголы, это уже специфичное для go, то, что у нас, когда есть структура с данными, они у нас используются во всех функциях, вот эти вот существительные, они у нас распространяются на весь код, и, как правило, рефакторить такой код достаточно тяжело, то есть, если мы начинаем рефакторить структуры, у нас по цепочке начинает это трогать рефакторинг у нас не будет такой вот мягенький и аккуратненький. А глаголы же, наоборот, у нас могут быть от рефакторин достаточно легко. Почему? Потому что вот эти глаголы и методы сервиса у нас покрыты юнит-тестами, у нас при каждом сохранении файлика, мы помним, юнит-тесты прогоняются, и мы сразу свои косяки какие-то находим, и можем легко исправить. И рефакторить этот код легко путем ввода, например, новой соседней функции. То есть, можно сделать так, что у нас и старая API будет работать через функцию старую, и новая API у нас будет работать через функцию новую, пользуясь одними и теми же существительными. Вот и получается еще один элемент эффективности с точки зрения ревью кода, с точки зрения наших руководителей, тех лидов. Мы смотрим, что если у нас в пул-реквесте, в каком-то ли мерч-реквесте, у кого какая терминология, кто GitLab пользуется, мы видим, что если у нас меняются структуры, мы начинаем под микроскопом смотреть код, а зачем это надо было, а как это вписывается в общую архитектуру, мы уже не торопимся, и давайте очень тщательно продумывать, какие последствия нас ждут через пять шахматных шагов условно. И наоборот, если мы видим, что в рефакторинге идут у нас глаголы, мы, соответственно, это можем проверять сквозь пальцы, полагаясь, немножко халтуря на какие-то вот юнит-тесты и так далее, и так далее. Ну, понятно, все дело над суммом, халтурить это плохо, но мы-то с вами знаем. Значит, и интерфейсы, которые я хотел обсудить, именно ГОШный подход очень важный элемент, специфичный для ГО, который эффективность наша повышает в разы, если это понять. Я честно признаюсь, что я вот этот пунктик с коллегами мне говорили, долбили, много раз в мою голову гвозди забивали, я это понял года через три программирования. Ну, вот так получилось, да. Надеюсь, вы это поймете раньше, если поймете, то быстро будете принимать. Этот подход и описан в эффектив ГО, подход следующий. Что такое интерфейс с точки зрения классических языков программирования, я имею в виду сейчас C++, Java. Интерфейс — это у нас некая внешняя сущность, описание контракта, и здесь же рядом с интерфейсом у нас объявляется там класс, который реализует этот интерфейс. Здесь же у нас по умолчанию подход совершенно другой. Интерфейсом мы описываем не то, что мы предоставляем в этом пакете наружу, а интерфейсом мы описываем то, что мне сейчас здесь надо. то есть у меня есть какая-то функция или метод, оно ожидает какую-то внешнюю сущность, и я интерфейсом описываю ту самую внешнюю сущность, которая мне нужна здесь. Вот на слайде обратите внимание, что у нас есть вот слева в части есть описание структуры с какими-то там методами, что у нас структура это предоставляет, да, а справа у меня код, который использует эту структуру. Вот интерфейс справа у меня описан с единственным методом create.ns. Вот этот единственный метод ожидается в этом коде, и интерфейс у меня описывается только этот код. Дальше на уровне компилятора уже вот эти ожидания и реальность, они у нас соответственно валидируются, и на уровне компиляции, на стадии компиляции у нас компилятор скажет, вот эта структура к этому интерфейсу подходит или нет, предоставляет она метод create.ns такой сигнатурой, и возможно ли присвоение вот этой структуры сюда вот в эти значения, чтобы у нас код работал хорошо и ничего не поплыло. То есть это тот самый duck typing, если кто-то слышал, что если у нас структура предоставляемая летает как утка, крякает как утка, то это и есть утка. Здесь мы ожидаем create.ns, нам его предоставляют с такой же сигнатурой, все, достаточно. Чем этот подход хорош? То, что в реальных юнит-тестах мы можем вот эту нашу структуру использовать нереальную, а делать достаточно много mock-объектов. Вот этот mock-объект у нас сюда вставился, и юнит-тест проходит, что называется, как по маслу. Мы реальную структуру заменили на фейковую, сделали нужное поведение, симулировали нужные ошибки, и юнит-тест у нас работает мгновенно. И что, заметьте, про что я и говорю, самое важное, что мы свой код не покидаем, мы работаем только со своей функцией, и во всякие реализации внешних структур мы никуда не залезаем ни в какие соседние файлики, мы работаем только со своим файликом тест и только со своим файликом непосредственно с кодом. Значит, и в результате что у нас получается, что интерфейс описан, тесты есть, и все хорошо. Значит, это и есть вот основная мысль, что если следовать вот этими архитектурными подходами, мы убираем большое количество внешних зависимостей, свою эффективность увеличиваем, мы пользуемся единым стилем, единым синтаксис, мы свою эффективность увеличиваем, мы пишем минимальное количество документации, мы свою эффективность увеличиваем, и мы разорвали внешние зависимости, мы сделали хорошие тесты, мы не покидаем свою функцию, своего рабочего места, и когда мы достаточно быстро нашли точку входа и место, где нам надо работать, мы отсюда больше не вылезли, сделали только свою работу и получили нужный результат. Вот это основная мысль, которую я хотел передать. В принципе, есть о чем еще поговорить. Есть очень много всяких мелочей, фишечек и управленческих структур, но для начала, наверное, хватит. Если есть какие-то вопросы, конечно, с удовольствием буду рад на них ответить. Связывайтесь, контакты все знаете. Ссылочку на документик Effective Go привожу, как обещал. Он есть на сайте GoDev. Можно туда заходить. Это такой самый основной документ. Кто захочет копнуть поглубже, заходите в GoReference, другую документацию. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Связывайтесь с нами. Если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте лайки. Сами знаете где. На канал подписывайтесь и ждите новых выпусков. Всего вам доброго. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok